МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 на 6-м канале. В студии Анастасия Кузина. Здравствуйте. Зверское убийство в одном из частных домов в селе Волковой на Камешсковского района. Сегодня утром были обнаружены два трупа. Полицейских вызвали соседи, которых обеспокоило то, что в доме напротив уже неделю нет никаких признаков жизни. Когда дверь вскрыли, тут же на кухне был обнаружен труп одной из женщин, 56-летней, жительницы данного дома. Следом в комнате был обнаружен труп второй жительницы дома, ее матери, 85 лет. Оба трупа с признаками насильственной смерти. На трупах черепно-мозговые травмы. Кроме того, у дочери были обрублены кисти рук. По версии следствия, перед тем, как убить дочь, пытали на глазах матери инвалида, прикованной к кровати. Сначала отрубили руки, а потом попытались снять скальп. Скорее всего, вымогатели требовали денег. По горячим следам поймать убийц уже не получится. Преступление совершено, наверное, около недели назад, а может быть даже и больше. Тем не менее, на месте работают эксперты, на месте работают оперативные сотрудники, следователи Следственного комитета. Полицейского обвиняют в торговле наркотиками. Правда, уже бывшего по статье «Содержание притона и сбыт наркотических средств» обвиняется бывший оперуполномоченный управления МВД по Владимирской области. Совсем недавно он окончил Владимирский юридический институт. Следователи выяснили, пагубную привычку к употреблению наркотиков подозреваемый приобрел в стенах учебного заведения. В настоящее время в производстве Следственного комитета находится сразу семь уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков, в которых фигурируют выпускники силового вуза. Что касается последнего эпизода, то бывшего полицейского поймали за руку при сбытии наркотиков. Причем сам молодой человек, недавно ему исполнилось 24 года, приобретал зерия у курсантов в ЮИ. Широкой общественности они стали известны после того, как троих из них взяли под стражу во время утренней поверки прямо на плацу учебного заведения. В ходе расследования в поле зрения как раз и попал бывший полицейский. Сначала его обвиняли только в сбытии, теперь к этому обвинению добавилось еще и содержание притона. По версии следствия, в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года в арендованной квартире, где проживал тогда еще действующий сотрудник полиции, это в городе Владимире, собирались систематические группы людей. Вот эту квартиру подозреваемый приспособил не только для проживания, но и для употребления наркотиков. История с продолжением. Сегодня на улице Студенческой проводили работы по устранению порыва на теплотрассе. Напомню, коммунальная авария произошла еще вчера рано утром. В один миг Студенческая превратилась в долину Гейзеров, а одно из общежитий в настоящую парилку с кипятком в подвале. Коммунальщики отопления людям вчера включили и продолжили искать место порыва ночью. Удалось ли ликвидировать аварию спустя более суток, выясняла Екатерина Дронова. Паровая завеса. В таком состоянии улица Студенческая уже больше суток. Кипяток под землей хлистал весь вчерашний день и всю ночь. Среди тех, кто в полной мере оценил прелести очередного коммунального ЧП, оказались жители общежития номер один. Подвал здания был залит кипятком. В общежитии, как в бане. Сегодня здесь по-прежнему настоящая парилка. Здесь дышать невозможно. Неприятно. И по лестнице тоже тяжело. Туман, видимость. Ну, плохо видишь в этом тумане. Нам угрожают тем, что мы можем обвалиться. Просто все здание может обвалиться. Но, конечно, этого не произойдет, потому что какие-то меры предпринимаются. Меры, конечно, предпринимаются. Однако места аварии коммунальщики нашли не сразу. Поиски осложнялись тем, что в этом месте пролегают кабели интернета, связи, электрические кабели. И это как бы осложняло поиск. После нескольких неудачных попыток и спустя сутки порыв, наконец, обнаружили. Возле общежития номер один. По адресу Студенческая, 10. Здесь и развернулись работы. В пятом часу вечера основная часть была сделана. По словам коммунальщиков, отопление в жилых домах отключали только на время проведения работ. Теплоснабжение обещают дать уже сегодня вечером. Все зависит от того, как оперативно сработают жилищники. Но находятся все вместе, все наблюдали за самим ремонтом. То есть все в команде. Я думаю, в кратчайшие сроки. ОСАГО дорожает. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому увеличиваются и страховые выплаты, и сам полис подорожает. По оценкам Вимфина, обязательное автострахование станет дороже на четверть. Как отнеслись к новости владимирские страховщики и водители, выясняла Юлия Кознецова. Главной причиной изменений в закон об ОСАГО стала банальная нехватка денег на ремонт транспортных средств. Дорогих машин стало больше. Для некоторых автомобилей одна только в хар обходится в 100 тысяч рублей. А сейчас вся страховая выплата не может превышать 120. По новому законопроекту пострадавший в аварии может рассчитывать уже на 400 тысяч. Каждому второму нашему клиенту лимита ответственности по ОСАГО не хватает. Поэтому увеличение нужно. Увеличатся страховые суммы из-за вред причиненной жизни и здоровья. Со 160 до 500 тысяч на каждого потерпевшего. Если же при ДТП документы оформлялись без сотрудников полиции, максимальный размер страховой выплаты составит 50 тысяч рублей вместо прежних 25. В теории все во благо. На практике есть нюансы. Даже новый закон не заставит некоторые страховые компании работать по-новому. Алексей своих законных денег так и не смог получить. После ДТП эксперты долго оценивали ущерб, нанесенный его Киария. В итоге насчитали за запчасти и работу 100 тысяч. Но в официальном сервисе счет был в три раза больше. В результате Алексей сам искал запчасти и мастеров. И вот уже неделю как снова сел за руль своей машины. Но страховым компаниям он больше не верит. Если мы берем случай, например, с КАСКО, человек сам решает, платить КАСКО или не платить. Он оговаривает условия этой страховки со страховой компанией. Что ему интереснее, что ему выгоднее. Здесь его никто не принуждает это делать. По обязательному автострахованию я не вижу никакой в нем надобности. ОСАГО это такой неофициальный налог, который делит между собой государство и страховые компании. Этот случай далеко не единичный. В день автоюрист Юрий Шутов принимает десятки аналогичных жалоб. Его практика показывает, если за дело по недоплатам и просрочкам берется профессионал, выиграют в 100% случаев. Конечно, это не про все страховые компании. Но... Страховые выплаты абсолютно по каждой занижают суммы выплат в 2-3 раза. Просто потому, что закон позволяет это делать безнаказанности. В судебном порядке все это дело, правда, находит. Судебная тяжба, она длится порядка 3-4 месяцев, где-то примерно минимум. Поэтому, собственно, не все на это соглашаются, не все идут в суд. И, собственно, на этом страховые компании значительно выигрывают. Но в целом, Юрий за принятие нововведения. К слову, если страховые выплаты увеличатся, водителям, которые сейчас делают полис дополнительного страхования, можно будет ограничиться одним ОСАГО. Да и в цивилизованных странах, по словам автоюриста, страховка давно стоит дороже. Есть ли жизнь после смерти близких родственников для инвалидов детства с задержкой в психическом развитии? Вопрос не праздный. Практически все они при рождении автоматически получают статус недееспособных. Областная ассоциация родителей детей-инвалидов считает, что это неправильно. Могут ли инвалиды детства закончить жизнь не в психинтернате, а в собственной квартире? Узнал Александр Инин. Дееспособен, живи и радуйся. Не дееспособен, после смерти родных отправляйся в богодельню. А если человек ограниченно дееспособен, как, например, эти ребята, все равно в интернат альтернативы государство не предлагает. Подумаешь, что супруги Кац уже 17 лет жизни положили на то, чтобы научить своих воспитанников быть самостоятельными в быту. Чиновникам это не нужно. Даже если человек все делает сам по дому, он все равно попадает в психоневрологический интернат. Да. Вот наших ребят, многих мы научили ходить в магазины, готовить. Им надо только помогать по жизни, сопровождать, решать их большие проблемы. Но нет, сейчас такой юридической ситуации нет, и они обязаны быть только в психоневрологическом интернате. Семену уже 27, задержка в речевом развитии. Один из его диагнозов есть и посложнее. Тем не менее, он все понимает и даже играет в театре особенных людей. К Новому году готовимся. К Новому году готовимся. Что вы разучиваете? Песню. Песни, танцы, спектакли – процесс разностороннего развития не останавливается ни на минуту. На первый взгляд, жизнь у Семена такая же, как и у здоровых людей. Он сам ходит в магазин, сам проверяет почту. Ничего не готово. В домашнем хозяйстве его мужские руки просто незаменимы. А уж у бабушки на даче тем более. Бабушка слабенькая, ей надо постоянно помогать, и она без него. Она им руководит, а он ей делает. Но если ничего не поменять в законодательстве, поменяется сама жизнь Семена после смерти мамы. На случай, если меня не будет, его просто отправят в места недалеко, недалекие отсюда. Хотелось бы, конечно, чтобы он остался дома. Хотелось бы, чтобы он имел какую-то частичную опекуна. А для этого надо ввести в наше законодательство термин «человек с ограниченной дееспособностью». Во всем мире это понятие есть. И только у нас ограниченно дееспособных юридически не признавали ни в советские времена, ни сейчас. О том, что так больше жить нельзя, говорит вот это открытое письмо к власть имущим. И вот это голосование. Почти полторы тысячи человек уже высказались, что такие, как Семен, имеют право жить в собственной квартире и после смерти родных. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал. Последнее выступление камерного хора «Распев». Последнее в этом году. Концерт артисты приготовили в качестве новогоднего подарка для своих поклонников. В репертуаре уже полюбившиеся мелодии из программы хора. На концерте побывала и Анна Левадня. Пять минут до выхода на сцену. Последняя рекомендация от руководителя хора. В этом году «Распев» встречается со зрителем в последний раз, потому атмосфера в зале по-особенному дружественная и уже новогодняя. Песня «Распев» Моцарт, Бах, Гастольди, Чайковский. Репертуар хорока всегда разнообразен. Большую часть композиции исполняют акапельно. Солирует Мария Пономарева. А вы Мария, рассказывает солистка, одна из любимых композиций. Это название носит более 40 музыкальных произведений. В данном случае автор музыки Джулио Качини. Многократно перепета самыми известными оперными певцами, но каждый раз звучит по-новому. У Марии этому есть свое объяснение. Для меня в Марии это всегда молитва. Молитва Богородицы. И неважно, на каком языке она исполняется. И неважно, в каком зале ты поешь. Это просто молитва. Вот что ты хочешь в этот момент попросить, сказать, помолиться. То ли предновогодняя суета сказывается, то ли общее снижение интереса к классической музыке. Но в этот раз в зале есть свободные места. Хотя артистов это как будто не слишком волнует. Хотелось бы, чтобы, конечно, залы были побольше заполнены. Потому что у нас есть какой-то такой момент. Но сейчас очень сложно всем. Я на это никогда не обращаю внимания. Я работаю. И ребята мои тоже как бы заряжены в этом. Знаете, как раньше учили наши профессора? Если даже у тебя пять человек сидит в зале, ты обязанно работать на полное сто процентов. Язык музыки, говорят в хоре, понятен всем. По сути, это эмоции, которые передает хор. И совсем не важно, на каком языке поют. Состав зрительного зала еще раз доказывает правоту таких рассуждений. Русский композитор. Это меня самый очень нравился. Чайковский? Да. Мы уже давно не были. Но в этом году он очень понравился. Очень красивый костюм. Во-первых, мне кажется, даже лучше стали петь. Камерный хор «Распеев» встретится со зрителями уже в следующем году. А сейчас зал провожает любимых артистов стоя. Анна Левадня, Леонид Новиков, 6 канал. На стадионе «Лыбить» открывается каток. Сезон массового катания на «Коньках» начнется там 22 декабря. Закончилась сейчас черновая заливка. Приступаем готовить лед. Будем его строгать, чистить, полировать. И еще частично будем подливать там, где будет состояние неудовлетворительное. Планируем проводить здесь массовые развлекательные мероприятия с детьми. Аниматоры? Аниматоры будут, да. Но это вот утреннее время? Это утреннее время. Работать каток будет, как и в прошлые годы, в две смены с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Помешать катанию на стадионе сможет только погода, если столбик термометра опустится ниже 25 градусов и подует северный ветер. Тогда ворота для любителей будут закрыты. Самых юных кокобежцев ждут с 11 до 3 дня, с 5 до 9 вечера время взрослых. Вход на каток 100 рублей, детям до 7 лет бесплатно. Часовой прокат коньков обойдется в 40 рублей. Будет работать и раздевалка, и заточка коньков. Напоминаем, что каток на стадионе Лыбич ждет горожан в эту субботу, 22 декабря. Роман Комов Через свой микроблог поделился информацией, что в поселке Вяткино Судогодского района за долги отключили уличное освещение. Местные жители, уходя на работу и возвращаясь с нее, теперь используют карманные фонарики. Светлана Круз через твиттер призывает помочь 9-месячному Тимофею Крошкину из Суздаля. При рождении малышу поставили редкий диагноз. Сейчас ему необходима дорогостоящая операция в Москве. Все, кто может и желает помочь ребенку, просьба связаться с матерью Тимофея. Ее номер вы видите на своих экранах. Начальник управления культуры и туризма администрации города Алина Ведехина в своем микроблоге сообщила, что в эту субботу стартует фестиваль рукоделия «Реки руки», а в воскресенье все вместе встречаем главную снегурочку из Костромы, пишет Алина. Петру Юрьеву надоели разговоры о конце света, и Петр не понимает, почему погоду не могут определить на завтра, а апокалипсисы и армагеддоны все знают с точностью до дня. Кстати, о погоде. Пользователь под псевдонимом Саня, судя по всему, проверяет закон подлости, ибо в своем твиттере он написал цитата «Морозы продержатся ровно столько, сколько мой пуховик будет в ремонте». К традиционной рубрике «Один день» Юрий Борисов вспомнил, что 18 декабря в 1542 году в Суздале скончалась первая жена великого князя Василия Третьего. В 1995 она была канонизирована под именем Софии Суздальской. А Кирилл Николенко напомнил, что в 1708 году территория Российской империи была разделена на 8 губерний. Сегодня же у нас в Российской Федерации 83 региона и 8 федеральных округов. На этом у меня все. Не забывайте читать нас в Твиттере. На сегодня это вся информация. Если у вас есть интересные новости, звоните к нам по телефону 36 66 66. Впереди вас ждет еще прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин